Здравствуйте! В эфире Астана Онлайн, программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. В столице завершилась республиканская декада самопознания, педагогика, любви и творчества. Об итогах декады и многом другом мы сегодня поговорим с гостью нашей программы, главным специалистом Управления образования города Астаны Ларисой Тимирлиной. Добро пожаловать, Лариса Шукролевна, в нашу студию. Здравствуйте! В начале беседы я предлагаю посмотреть сюжет, ну а потом продолжим разговор. Этот урок для учеников 75-й школы гимназии проходит в непривычной форме. Вместо заданий и ознакомления с новыми темами здесь их учат, как стать человеком с большой буквы, как построить добрые отношения с другими людьми и жить в гармонии с самим собой и окружающим миром. Такие занятия были проведены в ряде школ и колледже города Астаны. Студент первого курса Абдибек Ирганат говорит, что во время таких уроков у него всегда позитивный настрой. Во время декады самопознания было проведено множество мероприятий, в том числе студентами нашего колледжа был организован благотворительный концерт в Центре материнства и детства. Также мы подарили детям разные подарки и то чувство, которое мы увидели в их глазах, не передать словами. Я лично испытал это чувство радости впервые. Личностями не рождаются, ими становятся. Главное вовремя обратиться к своему внутреннему «Я». Эта установка стала главной линией при проведении традиционной республиканской декады под названием «Самопознание, педагогика, любви и творчество». Мероприятие охватило широкий спектр направлений – от выставок и конкурсов до торжественных линеек и дебатных турниров. За 10 дней педагоги постарались раскрыть потенциал каждого ученика. Эти уроки нельзя назвать лекциями. Это скорее беседы. Лекции это действительно было бы неправильно назвать. Это уроки, это беседы, где, если честно, нет учителя и нет учеников. Но здесь собираются, возможно, даже в будущем единомышленники. Задача учителя – не научить чему-то и не навязать правильный ответ. А цель этой беседы и задача учителя – это просто в беседе подвести учащихся детей так, чтобы они сами сделали нужные, правильные выводы, что-то поняли в этой жизни. Пробудить в них то, что заложено самой природой. В день торжественного закрытия организаторами Декады были подведены итоги всех мероприятий. Победителям были вручены грамоты, благодарственные письма, сертификаты и памятные подарки. Завершающей нотой стал концерт детских творческих коллективов дворца школьников, подаривший ученикам и преподавателям незабываемые впечатления. Лариса Шукролеевна, расскажите, какие мероприятия проводились в рамках Республиканской Декады и как определялись победители конкурсов? Во всех организациях образования проводилось открытие Декады, в торжественной обстановке была проведена торжественная линейка. Миром де Тугетн Ана, выставка, книжная выставка в библиотеках была, были вне классные мероприятия, по онлайн режиму открыты были уроки по предмету самопознания, дебаты, а также родительские собрания, семинары, тренинги проводились. Тренинги для кого? Для родителей? Тренинги проводились. Или для учителей? Тренинг семинара для родителей проводились в рамках этой Декады. Расскажите о тренингах чуть поподробнее, с какой целью они проводились, чему учили? В городе Астане существует по предмету самопознания пилотная организация 59-я, 59-я школа лицей, 22-я школа гимназии, гуманитарный колледж, номер 29-й Ахкаин и 5-й, 9-й Нуршашу, детский сад 9-й Нуршашу. И хотелось бы отметить, что во всех, в рамках этой Декады с этой же организацией очень активно участвовали. И 9 февраля текущего года семинар тренинг проводился именно в 59-й школе лицей в рамках духовно-наростного воспитания. Ну я знаю, что в рамках Декады были проведены различные конкурсы. Расскажите, какие конкурсы, кто стали победителями и какие призы ждали наших ребят? Внутри школе проводилось конкурсы счетцов, конкурс подделков, а также рисунков. И 6 февраля на городском уровне проходило 60 учащихся, которые победителями были озвучены к дню закрытия Декады. Были поощрительные призы, были награждены самые лучшие призовые места, были поощрительные места 1, 2, 3 и самые лучшие подделки, а также конкурсы. Были награждены планшетами и телефонами. Предмет самопознания изучается в школах. Скажите, насколько дети сами интересуются этим предметом и что нового они узнают на этих уроках? Предмет самопознания был внедрен во всех организациях образования с 2010 года. Начиная с дошкольного образования, общескольные, общеобразовательные школы, колледжи, а также вузов. Когда они приходят с других предметов, например, с математики, с физкультуры, предмет самопознания, когда они заходят, они сконцентрируются к уроку самопознания с позитивного настроя. То есть дети консистрируются на самопознании. Почему? Потому что этот урок, когда он начинается, у них начинается дискуссия. Они могут рассказать о себе, о дружбе, они могут рассказать о семье, то есть они могут делиться друг с другом. Также в рамках этого урока они начинают по тематике, в онлайн-режиме, пользоваться с интерактивной доской, по тематике показывают мультфильмы, если дошкольных организаций, а также фильмы могут. Потом есть у них творческие работы, они работают с фломастерами, с плакатами, потом защищают эту же работу по тематике. Но я, насколько знаю, по самопознанию не ставятся оценки. Дети чувствуют себя свободнее, увереннее, зная, что их труд и всё, что они делают, не будет оцениваться. Они могут раскрыться в этом предмете. Они могут говорить о доброте, о нравственности, о патриотизме народа. То есть это приводит урок к уважению, к стремлению жизни. А вот скажите, кто сегодня преподает в школах предмет самопознания? И вообще, где готовят этих специалистов? Самопознание преподают в данный момент учителя, которые проходили курсы самопознания. Они проходят самопознание, переквалифицируются в центре Бубек в Алмате. Но чаще всего это какие специалисты? Разные специалисты могут быть, они связаны могут быть и в основном психологи, и гуманитарной дисциплины. А как проходит обучение специалистов? Как идёт переподготовка кадров? Переподготовка у нас идёт кадров весь круглый год. А в ином случае они переподготавливаются пять лет один раз. О каких результатах мы можем сегодня говорить после внедрения именно уроков самопознания? Сейчас у нас открыты специалисты, специальности, предмет самопознания в колледжах, а также в Евразийском университете имени Гумилёва есть кафедра психологии и самопознания. Также с прошлого года работа при подготовке идёт магистрантов и аспирантов. Также я могу ответить, что реализуя предмет самопознания и интеграция с другими предметами. Вот насколько она интегрируется и вообще стыкуется с другими предметами? Например, с физикой и с самопознанием физикой. Например, свет, лучик свет. Например, это идёт с физики, а самопознание лучик тела, что оно даёт, какое тепло оно даёт, вот это и есть интеграция. Как предмет самопознания сказался вот именно на самих школьниках, и что изменилось в поведении ребят? Мы можем увидеть результат в течение 10-15 лет. Почему? Потому что мы знаем уровень воспитания какое, материальное положение. Сейчас в данный момент у нас отрабатывается, эта работа ведётся. И как бы мы должны, в основном, родители взаимосвязаны быть с предметами самопознания, воспитывать не в материальное положение, а в духовно-нравственное воспитание. Поэтому мы сейчас представители управления образования много ведёт семинары, тренинги по духовно-нравственному воспитанию именно с родителями. Именно должны привлекать родители. Сейчас предмет самопознания, хотя и она не оценивается, но домашние задания должны включаться и родители. Почему? Потому что там есть о семье, о дружбе, о ценности. А в каких классах проводятся эти уроки? Эти уроки проводятся с первого класса по одиннадцать. Я также отметила, что... То есть в течение одиннадцати лет? Одиннадцати лет, да, проводится. В дошкольных организациях проводится и в колледжах проводится самопознание. Дети сами признают и говорят о том, что самопознание помогает им при общении с людьми, учит, то есть общению с людьми, а также как жить в гармонии с природой. И некоторые даже ребята говорят о том, что это им помогает даже при выборе профессии. На самом деле знание уроков самопознания помогает ребятам при результатах ЕНТ, а также в выборе профессии. Конечно, она помогает. Почему? Потому что в течение пяти лет она как бы внедрена уже, как мы говорили, с 2010 года. Уже многие ученики по-другому смотрят, и как бы уже у них идет самооценка, самоуверенность в себе. Самопознание дает ребенку уверенность, а также при ЕНТ со старшеклассниками, например, работают психологи и самопознание. Они готовят детей, как уверенно быть и как вести себе при ЕНТ. Например, мы в школах можем сказать, что 10-11 классы, когда презентуют, они показывают на город открытые уроки. Они презентуют, они говорят от души, и они как бы могут раскрыть свои мнения и как бы приводить себе из опыта своей жизни. Главная роль именно в преподавании этого предмета отводится учителю. Как Вы считаете, каким должен быть именно учитель, который преподает самопознание? Учитель, самый первый момент, он должен быть богат, духовно-нравственным, спокойным и духовно развитым. У этого учитель должно быть все. Этот учитель должен быть многообразным. Какие педагогические приемы современной технологии используются при преподавании этого предмета? Слайдовые шоу применяют. Несмотря на то, что у них есть учебники, пособия, они также уже дополнительно ищут материалы в интернетах. У них должны быть для показа видеослайдов интерактивные доски, а также живой уголок должен быть. Также они должны быть оснащены музыкой. Насколько созданы условия именно в сельских школах? Потому что я знаю, не все сельские школы сегодня оснащены той мультимедийной техникой, о которой Вы говорите. У них есть музыкальные центры, поэтому они по музыкальным центрам. Или раньше у нас было DVD. Когда не было интерактивной доски, в 2011 году применяли DVD с дисками. Также и применяют с дисками DVD, если у них нет интерактивной доски. Сколько сейчас вообще специалистов на сегодня преподают этот предмет? И как часто они обмениваются опытом? Потому что для того, чтобы расти, очень важно делиться опытом и познавать что-то новое для самих же преподавателей. У нас во всех учреждениях образования по городу Астаны по предмету самопознания ведут 1483 учителя. Как они переподготавливаются, как мы уже говорили, они в научном центре УРЛИО, а также у нас есть при управлении образованием в 2012 году создался клуб «Созвучий сердец». С 2012 года в управлении образованием существует клуб «Созвучий сердец». Что это за клуб? Расскажите, такое интересное название. Клуб «Созвучий сердец» — это входят туда представители управления образованием, тренера Бубек, который тренирует учителей повышения квалификации, а также учителя с большим опытом, самопознание, замдиректора по воспитательной работе. Клуб «Созвучий сердец» — это самопознание, и поэтому мы так называли его «Сердец». Много сердечек к духовно-ростному воспитанию в рамках. И поэтому в клуб «Созвучий сердец» в прошлом году мы проводили обмен опыт работы с учителями. Опытные учителя, члены клуба «Созвучий сердец» проводили на город семинары, тренинги, родительские собрания в колледже проводился, открытые уроки, семинары, тренинги, в дошкольных образованиях проводились открытые занятия для дошколят, утренники для дошколят. Это всё связано с духовно-народственным воспитанием. У нас в основном так получается, что родители заняты работой и очень мало времени уделяют детям. Как сделать родителям, дать им совет, чтобы как-то стараться больше общаться с детьми? Потому что действительно большинство детей предоставлено сами себе и самопознанием занимаются, скажем так, самостоятельно. Мы приглашаем родителей, то есть школы приглашают родителей на родительские собрания и обсуждают. У них идёт интеграция родительского собрания духовно-народственному воспитанию. А также они на город показывают семинары, тренинги. Вот в рамках декады организации образования также собирали ряд родителей для семинаров, тренинга. Ну а насколько активны наши родители, несмотря на свою занятость и принимают участие в тренингах? Приходят, благодарят. Они в основном говорят, у них опыт идёт от себя. Они приводят пример жизненного опыта, то есть обменивают. Если одна говорит о своём, другая её дополняет, что действительно надо уделять ребёнку духовное воспитание. Какие качества, на Ваш взгляд, прививают к проведению урока самопознания детям? Дети любят этот предмет. Учим, чтобы они уважали старших, уважению, любви о родине, чтобы у них любовь проявлялась в семье, также друг с другом, с друзьями, а также их сверстниками. Когда они приходят в предмет самопознания, мы даже, когда учителя отдают на город открытые занятия, мы, когда представители управления образования, ходят не только представители образования и тренера Бубек, который тренирует учителей, когда все ходят, мы видим, что на каком уровне ученики могут высказывать своё мнение. Это не заучка, это не какой-то математик, чтобы решить какую-то. Это они говорят от души, они раскрываются. И напоследок ещё один вопрос. Какие ещё мероприятия в сфере нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения Вы планируете провести вот в этом году? Мы в этом году планируем День защиты детей в рамках духовно-нравственного воспитания, в рамках День рождения столицы. Этим тоже утре, хотя и не вообще образовательных школ, сейчас же у них каникулы, мы хотим с дошколятами провести утренники, занятия по духовно-нравственному воспитанию. Лариса Шукралиевна, благодарю Вас за участие в программе. Желаю Вам успехов в Вашей педагогической деятельности. Ну а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях была главный специалист управления образования города Астаны Лариса Тимирлина. Нашу программу также можно посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. До встречи на телеканале Белинжа Нима Динет. Субтитры создавал DimaTorzok